на часах 7 часов утра и в такую рань я могу ехать только в красивые места куда мы сегодня поедем вы все увидите ура мы доехали до города лимоны сульгарда поэтому очень очень скоро вы уже увидите новую велосипедную дорожку которая уже названа самой живописной в европе а также ее прозвали велодорожкой мечты и самое главное для таких любить кавычках любителей велосипедов как я там можно гулять пешком поэтому не переключайтесь и смотрите дальше а пока красивые виды лимоны сульгарда улыбки а а а и и и и и и Смотрите, как круто, как круто, и все, озеро прямо перед нами. Я в восторге, я в восторге, представляете, эту дорожку, которая протяженностью всего 2 километра, ее строили менее двух лет. И инвестиции составили 7 миллионов, но я думаю, что это самые хорошие деньги, которые потратили на озере Гарда, потому что дорожка нереально красивая, очень классная, здесь, как вы можете услышать, ветерочек, поэтому даже в жарком воде достаточно приятно. У меня спрашивали, есть ли здесь боязнь высоты, потому что все-таки мы над озером. На самом деле, честно, я страдаю вот этими всеми боязнями высоты, но мне здесь все очень комфортно. Ну что, вот и закончилась наша прогулка по новой велопешеходной дорожке в Лимоне-Сульгарда. Очень классно, нам понравилось. Все заняло где-то 3 часа, но замечу, что, во-первых, мы останавливались часто для того, чтобы сделать фотографии, плюс мы были с малышом, ему еще год не исполнился, поэтому как бы приходилось так же останавливаться, поэтому как бы от центра Лимоне дойти до дорожки, потом дойти до конца этой дорожки, которая 2 километра и обратно, ну вот примерно 3 часа у нас это заняло. Вот, если вы будете летом, то лучше, конечно, взять с собой солнцезащитный крем, потом бандану на голову, потому что очень сильно печет солнце, и обязательно воду, 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 воду обязательно возьмите с собой, потому что по пути ничего не будет, если вы проголодаетесь, тоже захватите с собой что-нибудь. Вот, ну а мы сейчас приехали смотреть. Спасибо. Спасибо.